Вот мы впервые в таком формате проводим эту премию, которая стала традиционной. Седьмой раз мы поощряем, выделяем, говорим слова благодарности самым добрым, самым неравнодушным людям Подмосковья. Их, конечно, гораздо больше, чем 10 тысяч заявок, которые мы получаем каждый год. И уж точно все, кто в них участвует, это люди очень тонко, очень по-особенному чувствуют нужды людей и всегда стараются им помочь. В этом году лауреатов определяли по четырем номинациям. Медицинное здравоохранение, волонтерство и благотворительность, культура и образование, промышленность и социально ориентированный бизнес. Отбирались именно те участники, именно те проекты, кто оказал реальную помощь, поддержку тем людям, которые больше всего в этом нуждались. Те люди, которые затратили свои финансовые средства, материальные, и которые реально могли чем-то помочь. Жители Электрогорска каждый год принимают участие в губернаторском конкурсе и становятся лауреатами премии. На сайте конкурса было зарегистрировано 13 проектов. Были как и новички, заявившие о себе, и также люди, которые не один раз принимали участие в данном мероприятии. От нашего города победителями стали два человека. Первая – это Перекраснова Анжела Николаевна, врач-терапевт Электрогорской больницы. Ее номинировали работники городской больницы, руководство нашей Электрогорской поликлиники. Она стала победителем номинации «Медицина и здравоохранение». Второй человек – это Биллоч Елена Анатольевна, более опытный участник. Она стала победителем номинации «Волонтерство и благотворительность». Впервые в премии губернатора приняли участие медицинские работники. Именно они были в красной зоне, спасая пациентов. Именно они принимали больных в поликлинике, выезжали на вызова и делали все возможное, чтобы справиться со страшной эпидемией. Я представляла всю больницу, боролись все, все врачи принимали огромное количество пациентов, обслуживали вызова на дом, а также разносили лекарства. Было всем трудно, потому что изначально никто не понимал, как бороться с этим, но в итоге мы все научились. Какая самая большая трудность в то время была для врачей, для медперсонала, для всего? То, что огромное количество пациентов, которые болели в это время. Им было трудно летом, в костюмах ходили, лекарства не хватало, в первое время не обеспечивали, а потом уже, в принципе, было легче. Мы знали, как лечить, выдавали лекарства, боролись с этим. О тех добрых и бескорыстных делах, которые совершали и продолжают делать члены некоммерческой организации «Родное гнездо», руководителем которого является Елена Билович, мы уже не раз рассказывали в своих сюжетах. Мы не создавались изначально, как организация волонтеров. Но, как я уже говорила ранее и буду говорить, мы стали волонтерами по воле случая вот такого. Мы не спрятались, мы мобилизировались, мы продолжили именно ту работу помощи семьям, пенсионерам, инвалидам, именно в том русле, в каком мы работали и раньше. Просто здесь у нас наша деятельность, она расширилась, она ушла именно в то направление, которое было необходимо в период пандемии. Премии «Мы рядом» призвано рассказывать о настоящих героях и настоящих поступках, значимость которых трудно оценить, даже награды в миллион рублей.